Доброе утро! Я так и вам очень много, я думаю, что после фильма, который мы посмотрели, где мы услышали в его уст, я поручу этот момент. Хочу сказать, что когда Гришин приступил к работе над этой книжкой, он много готовился, много собирался, и сказал, что он имеет право сделать плохую работу. И сделал хорошую. Надеюсь. Очень много работы было, на самом деле, сделано огромное количество, потому что вымерялся каждый миллиметр, сантиметр, каждая буква просчитывалась, было очень много разных вниманий, он всё время торжил, а редакция «Типографии» была рядом с нашим домом. Потому что утро облично начиналось с того, что он заходил в «Типографию», а потом уже отправлялся в мастерскую. И всё время был на связи с Наташей Бобровой, всё время они корректировали ему какой-то архитект. Наташа писала, там были какие-то изменения, она присылала ему, он ходил в редакцию, да, редакцию «Типографии», меняли, форматировали по-другому. И когда работа уже была готова, ну, практически, вот, пять лет тому назад, когда ушёл, если отрогинило, четыре, скажем, нет, ещё пяти, четыре с половиной, Гриша, можно сказать, что сразу взялся за эту работу. И, ну, достаточно много времени, по-моему, прошло, ушло на эту работу. Потом, когда работа была готова, и стала речь о издании этой книги, ну, и вот, как было сказано в письме Наташи Бобровой, что, да, самое-самое сложное оказалось в конце, чтобы издать эту книгу. Ну, да, я не буду рассказывать подробности обращения туда и в те или иные, скажем так, структуры, инстанции по поводу просьб профинансировать это издание. Не случилось. Были даже такие очень шутбивающие ответы. Скоро книжа пригодил долго в себя, честно говоря, и говорил, как так можно. Но это единственный художник такого уровня и мирового значения, и не оценить его по достоинствам, просто в адресах. Вот это я слышала о том. Я очень рада, что книга вышла. И хочу сказать, что без каких-то желаний, скажем так, что-то особое сказать в адрес составителя, но я хочу сказать, что то, что мы видим сейчас, это, я могу сказать, то, что книга есть, это я могу сказать, что это полностью ее засыпка. Наташа Багрова. Потому что она, знаете как, не, скажем прямо, была не очень во время вот этой книжки. А у нас время... А у нас время... Перегорий Михайлович, в твоем тандеме. Да, они ее сделали, но продвигала ее, ну скажем, Наташа, она все время писала, все время, ну давайте, ребята, давайте что-то делаем, давайте, ну не получается это, не получается то, ну давайте, ну давайте уже, ну как скинемся, или уже... Ну вот так, скинемся. И сдадим им эту книжку. И можно сказать, что ее финансовое участие в этом дизайне, это тоже ребенок. Хотя я понимаю, что ей это было совсем не легко и непросто сделать. Поэтому, Наташа Багрова, спасибо вам огромное. А еще хочу сказать спасибо издательству, которое, ну в принципе, Гриша разговаривал с издателем, он называется Монарх, руководитель Андрей Малико. Гриша с ним, когда разговаривал, но это было несколько лет назад, там были определенные условия, и мы понимаем, что все изменяется, и, конечно, не в меньшей стороны. Но, когда я вернулась через пару лет к разговору с издателем о том, чтобы возобновить разговор об этом издании, и изменятся ли условия, он сказал, что нет. из уважения к Григорию Николаевичу, поскольку они сотрудничали не единожды, ну и вообще, как сказать, память о нем. Он говорит, что все остается на прежних условиях, условия не меняются, и хочу сказать, что работа сделана очень хорошо, и сроки выдержаны так, как он обещал. Хотя в этом деле бывает, ну, всякий момент. Жалко, что мы решили. Да. И вот мы решили, какие урочи с теми. Те люди, которые решили, вот тоже есть fits come, какие-то которые хотели... эти теми...